Отправляясь на пятник, очень важно найти правильное место. Убирайте ровную поверхность без ямок. Так вам будет удобнее лежать и загорать. Лайфхак номер один. Если земля влажная или только после дождя, то лучше всего постелить клеенку или вот такой непромокаемый подклад, а сверху уже плед. Зонтик с собой я взяла не случайно, это совет номер два. В него мы сложим наши продукты, чтобы муравьи и другие насекомые до них не добрались. Нож положите в газету, так вы не поранитесь. И лучше всего заделать его вот такой резинкой. Она нам, кстати, еще пригодится. Вот к нам пожаловали незваные гости. Лайфхак номер четыре. Сейчас мы с вами сделаем средство от насекомых. Я взяла с собой дощечку, которая у меня осталась после ремонта. Это у нас будет импровизированный стол. Стелим на нее газету, берем лимон и режем. Запах лимона будет отпугивать различных насекомых. С собой я взяла сушеную гвоздику, сейчас мы ее будем вставлять в наши лимоны. Лимоны кладем на уголки пледа, так насекомые нас точно испугаются. Еще один совет, это рассыпать корицу возле вашего пледа. А если вы не хотите брать с собой много вещей, например, нож, то заранее порежьте овощи и фрукты и затяните резинкой. Так они дольше сохраняют свою свежесть и сочность. Хочется еще громче? Если вы забыли дома колонки или у вас их просто нет, то возьмите с собой пустую банку. Засудим сюда наш телефон. Вот вам выкрутая музыка. Если у вас нет ножа, то на помощь вам придет зубная нить. А если вы хотите развести костер, но вам нечем его разжечь, отличный лайфхак это чипсы. Отправляясь на фикник, не забудьте все необходимое или используйте наши советы. Сегодня самые лучшие лайфхаки для вас испробовали Татьяна Рябова, а за кадром был Константин Фролов. Татьяна Рябова